спешите заготовить одуванчики из них получается очень вкусный ароматный и конечно же полезный чай привет друзья с вами ухты кухня сейчас будете смеяться у меня снова подгулявший творог многие задают вопросы аня как это подгулявший творог отвечаю это когда он провел в холодильнике уже несколько дней и немножко подкис в таком виде есть его уже ну не хочется а выбросить рано да и жалко продукты выбрасывать нельзя сегодня мы друзья печь ничего не будем а приготовим вкусную полезную намазку на хлеб я покажу как это просто быстро и как это вкусно для этого блюда обязательно должен быть немножко подкисший творог из свежего продукта не получится он почему-то не плавится пробовала уже несколько раз у меня здесь 400 граммов творога разбиваю сюда два небольших яйца если яйца у вас крупные будет достаточно и одного сюда же вливаю 50 миллилитров растопленного сливочного масла она у меня уже охладилась немножко перемешаю чтобы жидкость распределилась и моему блендеру было легко работать чудо приспособление можно перетереть через сито если нет блендера поехали измельчаем готова как только масса стала вот такой вот более-менее однородной достаточно убираем блендер он нам больше не понадобится эту намазочку можно сделать как сладкую так и соленую у меня сегодня соленая поэтому немножко соли чуть меньше чем пол чайной ложечки сюда же добавлю щепоточку сушеного чесночка черного молотого перчика по вкусу ну конечно это же для тебя и я сегодня друзья сделаю грибную я показывала как я делаю эту специю просто беру и сушеные грибы перемалываю в кофемолке чайную ложечку сюда ой ароматная будет штуковина и сюда же друзья не бойтесь этого ингредиента пол чайной ложечки вот так вот соды сюда как пахнет беру ложку и все хорошо перемешивая начала бухтеть сода вступает в реакцию еще друзья можно добавить копирушечку сахара для баланса это только усилит вкус вот такая вот воздушная пушистая масса она играет видно да сода вступила в реакцию у меня уже закипела вода кастрюлька с водой друзья вернее ставлю мисочку очень важно чтобы дно миски не касалось воды и начинаем плавить это дело постоянно перемешивая вот так вот чтобы все однородно плавилось из-за того что у меня творог был подгулявшим сода хорошо вступила в реакцию и я прямо уже вижу как он прекрасно плавится ну конечно работы вообще класс аромат такой стоит можно добавить укроп можно добавить жареные грибы шампиньоны можно добавить красный перец чили можно добавить оливки ой да все что угодно полет фантазий получается очень вкусно и натурально друзья примерно через 5-7 минут получается вот такая масса блестящая глянцевая сыр прекрасно расплавился я хочу попробовать друзья пальчик окунаю это очень вкусно все снимаю с огня еще несколько минут перемешивая потому что миска нагрелась посмотрите какая красота друзья по вкусу это самый настоящий плавленый сырок только намного вкуснее потому что чувствуются натуральные ингредиенты вообще класс берем красивые формочки или некрасивые такие есть друзья не принципиально и разливаем чтобы остыла о смотри как хорошо осталось накрыть пленкой вконтакт и оставить до полного остывания срываю одуванчики прямо с этими вот трубочками они мне тоже пригодятся из них получается очень вкусный чай поехали 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 и лаки прибежал помогать ты смотри посмотри какая красота прямо солнышке у меня в руках такие ароматные пушистые и свеженькие вчера был дождь не такие довольно таки сочные пойдем сушить будем пойдем но остальные потом соберем друзья спешите заготовить одуванчики из них получается очень вкусный ароматный конечно же полезный чай как я это делаю рву одуванчики сразу с этими вот стебельками цветочки в мисочку а стебельки отдельно пока вот так вот эти пока в сторонку а стебельки беру или палочки как их правильно называть и измельчаю ножом и не мелко и не крупно примерно вот так нарубленные палочки выкладываю в миску заливаю водой обычной водой из под крана хорошо хорошо промываю первый раз это уберет песок грязь и белое молочко которая в середине она и дает горечь сливаю первую воду видно да что она не совсем чистая снова заливаю второй раз хорошо мою сливаю воду и промываю третий раз сливаю на ситечко ставлю на миску пусть течет жидкость а цветочки друзья я сушу при комнатной температуре полотенечко выкладывают цветы я их не мою ничего им не делаю даже если будет какой-то жучок во время сушки он убежит в разные стороны конечно же друзья можно послушать в духовке в сушилке на чердаке как вам удобно так а почему не на прямых лучах солнца ну говорят что прямые лучи солнца для сушки не очень подходят они очень пересушивают наверное так все поехали дальше а палочки пересыпаю на противень распределяю тонким слоем и в духовку 60 градусов вверх-вниз если есть конвекция можно и конвекцию будет быстрее ну и все минут 20-30 они очень быстро сохнут и вот так вот утром можно доставать и уже заваривать чай посмотрите какие прикольные штучки получаются на вид как немножко подвяленные как карамельные храню в обычных стеклянных банках здесь у меня цветочки и стебелечки сейчас друзья заварим вкусного ароматного чайку беру заварник я люблю прозрачный чтобы все было видно стебельки одуванчиком ну примерно столовую ложку сюда также можно друзья добавить у меня есть чабрец и клевер по щепоточки сюда же есть у меня друзья мята тоже сюда по желанию можно добавить калину ценнейший продукт здесь у меня друзья есть облепиха тоже кстати сережка собираем вдвоем сами сюда же замороженная земляника еще у меня друзья есть шиповник но я его завариваю по-другому все берем кипяток который закипел и минутки две постоял чтобы такой был не крутой и заливаем всю эту красоту а вот так будет достаточно смотрите какая красота аромат такой заварника идет что это просто не написать словами беру хорошо и укутываю теплым полотенцем на 10-15 минут чтобы он заварился запарился и все друзья мои вкусный полезный ароматный чай готов боженька нам дает свои дары только берите собирайте сушить и заготавливайте и будьте здоровы все у нас под ногами надо просто увидеть это ставьте лайки друзья делитесь своими рецептами а мы будем завтракать и пить чай и вот так вот с утра нарезаем хлеб посмотрите какая красивая штучка она так хорошо застыла класс и на хлеб щедро и мне кусочек пожалуйста на вас конечно же накормлю тебя чтобы ты добрее стал попробую только это вырезать и чаек друзья у нас уже заварился посмотрите какой красивый а какой же он ароматный берем и наливаем чай уже остыл и можно смело добавить чайную ложечку меда у нас какой-то липовый по моему да или разнотравия не важно друзья какой важно что это полезно и вкусно берем с собой хорошее настроение бутерброд чашку ароматного чая и наслаждаемся вкусной едой и прекрасной жизни друзья приятного тебе аппетита а вам пожелаю мирного неба свободной счастливой жизни мир вашему дому чайок обалденный давай сережка конечно давай заряжайся и одуванчики собирать пошли